Здарова, парни! Всем мир! Это Шамшурин. И подсунули такое сообщение с какого-то из страдальческих форумов, которых там очень много. Хочу его прокомментировать. Короткое, мотивационное и полезное для тебя видео. Может быть, ты себя как-то включишь. Добрый день! Я обычный мужчина, 43-х лет, очень хотел семью, женился в 30. В 40 был развод. Не горю, радуюсь, пережил, восстановился, а дальше ступор. План в эти три года был и есть такой. Не знаю, как хочу дальше в плане семьи. Начну с того, что добуду секс и заведу несколько интрижек. Добуду секс, как огонь вот так вот палочкой, только другой палочкой. Многие так и добывают секс, кстати, всю свою жизнь. Поперебираю, травлю давление, осмотрюсь на брачно-сексуальном рынке. Но никак не идут ноги в этом направлении. Знаю, как действовать. Спортивные, симпатичные, общительные. Сначала все стервами казались, сейчас легче, конечно. Что это? Побочка от развода? Доколе? Лень? Вроде нет. Вокруг дамочек много, но не могу себя заставить на активные действия. Очень типичный и очень такой распространенный вопрос. Многим такое знакомо, да, ребят? Не правда ли? Но мне таких людей совершенно не жаль. Абсолютно не жаль. Потому что, за что его жалеть? Я цитирую, спортивный, симпатичный, общительный, не знаю, не могу, сопли, слюни и так далее. То есть, если бы у него были реальные проблемы какие-то, да, то есть у меня разные люди за все эти годы приезжали на практику. И были инвалиды, и разные-разные-разные люди. И заикающиеся, и там какие-то такие-сякие. Но еще раз, спортивный, симпатичный и общительный. В чем проблема? И мне вообще непонятно, на чем, на что эти люди рассчитывают, которые вот отправляют на форумы вот эти сообщения. Что он хотел получить? Он хотел получить поддержку, и чтобы такие же страдальцы писали ему, вот, ничего страшного, там, ты просто, там, отвык и так далее. То есть, ему нужны какие-то подтверждения его отмазок или что? Или же, что он хотел получить? Он думал, что сейчас он это напишет, ему что-то скажут, там, махалай-махалай, что-то волшебное, и он, короче, сразу пойдет действовать. Или что? И, кстати, по большому счету, сказать себе просто, признаться, что я что, ссыкло, что ли? В этом никто не хочет признаваться. Все хотят каких-то подтверждений своих отмазок. Все выдумывают, может быть, это побочка от развода. Может быть, это плохой радиационный фон. Может, ветер не туда подул. Может, время не то. Может, просто там, не знаю, луна в раке, утка в стрельце, там, еж в яйце или что. То есть, все как-то пытаются свою трусость, свою нерешительность, свое отсутствие мужских каких-то качеств прикрыть какими-то красивыми умными словами. И когда мужчина пишет, не могу себя заставить, зачем себя заставлять? Не надо, не заставляйте себя это делать, ребята, не надо заставлять себя. Все нормально же. Работа, дом, пришел, отдохнул, поел, включил порно, передернул. Все. Вопрос секса закрыт, если это можно так назвать. Добыл себе вручную. Никто не делает мозги, не надо никакие свидания ходить, деньги тратить, время тратить, силу, энергию развлекать кого-то. Зачем? Все и так классно. Зачем себя заставлять? Тем более, что когда ты идешь с живой женщиной человеческой, все-таки, а не с резиновой, никаких гарантий в конце тебе никто не дает. То есть, ты как бы вкладывал ресурсы, время, силы, пыхтел, потел, там, не знаю, старался, преодолевая какие-то свои комплексы, а в конце нет никаких гарантий. Этот вопрос для меня такой же вот, ну, нелогичный, да, то есть, что хочет этот взрослый мужчина услышать? Как вопрос, как мне научиться водить машину, если я боюсь водить машину? Никак. Все, ты не научишься водить машину. Прими это, скажи себе, я не научусь никогда. Все, окей. И будешь в лучшем случае ездить дома на ручной коробке передач. И почему бы тебе не попробовать не заставлять себя? Меня бесит вот это, как мне заставить себя? Да не заставляйте себя. Почему бы не попробовать по другому пути пройти, не через преодоление, а через просто понимание вот этого всего? Через понимание того, что секс это вообще нормальный человеческий какой-то процесс, то есть, что вообще склеить женщину, не знаю, там, как он сказал, интрижку завестили, найти себе женщину, это вообще нормальная какая-то биологическая тема, то есть, не надо себя заставлять. Животные, они же не заставляют, они вот видят самец-самку, ну, в крайнем случае есть конкуренция с другими самцами, ну и все. Вот они идут и все, не надо никого заставлять. Нужно понимать, включить понимание, поговорить с тобой, с самим собой, что ничего физически со мной не случится. Вы так боитесь, как будто вас физически убьют. Подойди, познакомиться с девушкой, которая тебе нравится, да, волнуешься, ну, скажи, я волнуюсь, да, ну, подойди, познакомься, скажи об этом. В чем проблема? Это же нормально, ты же не к дедушке-пенсионеру, там, с орденами подходишь, ну, или к баллонке, это было бы странно реально, или к темнокожему двухметровому мужику. Ты подходишь к женщине, ты мужчина, а ты женщина, я к тебе подхожу, да, волнуюсь, ну и что? Ничего физически смертельного в этот момент с тобой не случится, поговори с собой. И это же реально элементарный генный какой-то вот отбор природы, то есть в природе лоси там бьются рогами, чтобы заполучить самку, у нас по-другому. То есть если ты можешь подойти познакомиться, значит уже у тебя шансы огромные просто на то, что у тебя все получится. Это такой генный отбор. Женщина, естественно, будет с тем мужчиной, у которого, который сильнее. Но в данном случае сильнее оказывается тот мужчина, который просто может фактически преодолеть трудности, вот так усенькие, преодолеть дискомфорт. То есть подойти, заставить себя подойти к женщине, если ты волнуешься, это некий барьер, преграда, это некая трудность. Все, ты это преодолеваешь. Если в тебе есть мужские энергии, если их нет, ну ты просто сидишь и ездишь дома на ручной коробке передач. И вообще волнение перед женщиной, это же, ну, кайфово, это нормально. Если бы мы не волновались в каких-то моментах в жизни, ну в этом и не было бы кайфа. Спросите там Хабиба или кого-то, когда он выходил, это битва взглядов и вообще бой. Неужели вы думаете, что он не волнуется или не волновался? Ну в этом и есть кайф преодоления всего этого. Вы что, мужики? Это же вообще классно, это мужские энергии, попробуй кайфануть от этого. Не заставлять себя, еще раз заставлять себя ничего не надо. Попробуй просто осмыслить тот факт, что ты мужчина, это нормальные мужские действия, это нормальная мужская движуха, это нормальная мужская энергия подходить к женщинам. Попробуй получить от этого удовольствие. И при этом каждый, абсолютно каждый думает, что у него вот уникальный случай. Вот у меня не получается от этого получить удовольствие. Я столько лет на это смотрю, 90% парней, которые приходят на практику, они считают, что у них уникальный случай. Через 1-2 дня уже из 4 этого тренинга, они перестают считать, что у них уникальный случай. И они осознают только то, что они просто ни хрена не могли себя заставить сделать. Если ты не можешь себя заставить, то я и тебя приглашаю на тренинг практика. И еще есть хорошая новость, теперь еще и в Казахстане мы проведем. Значит, с 10 по 13 ноября в Москве практика, ссылка здесь под видео. Где бы ты ни находился, проезжай. И, внимание, с 24 по 27 ноября мы будем проводить, я лично буду проводить с моей командой практику впервые за всю историю в Казахстане. Соответственно, ты, если ты живешь в Казахстане, можешь там пройти практику. Город Алматы. Это 24-27 ноября. И на московскую, и на казахскую практику, ссылки здесь внизу. Ребят, если вы не можете сделать самостоятельно, приходите. Если вы привыкли платить за услуги, заплатите. Мы сделаем это вместе с вами. Хотел сказать за вас, за вас ни хрена мы не сделаем. Но вместе с вами, и вы вместе с нами, сделать это очень легко. Субтитры сделал DimaTorzok